крутой дизайн вообще реально крутой дизайн это такой некий трансформер который позволяет сделать абсолютно разное решение вот эти штучки приятно так одеты тоже чтобы никакой никакой мусор не попадал добрый день дамы и господа у нас сегодня на обзоре приточная установка марки saldo эта модель называется vega 350 е на 500 кубов вообще она считается суперкомпактные приточной установкой такого наборного типа ну посмотрим суперкомпактная вот видно как она суперкомпактная ее длина пока в коробке откроем конечно посмотрим пока компактности особо и не видно внешне ничего такого нет никаких особых обозначений просто модель одна штука и все давайте открываем ее и смотрим ее суперкомпактность так ну вот наш малыш наша малышка маленькая приточная установка компактная сверх суперкомпактная а на самом деле что крутой дизайн вообще реально крутой дизайн обычно все приточные установки имеют какой-то совковый дизайн такой квадратный какой-нибудь просто покрашенный ничего в них красивого нет тут как-то сделаю сделали во первых белая да такая покрашена белой краской во вторых вот этого закругления этой крышки как у ретро холодильник это вообще так ну все сделано круто что внутри но по размеру на не суперкомпактная эта установка на 500 кубов 350 модель бывает модель 350 как это бывает 700 и 1000 1000 или 1100 там три модели всего вот это самая маленькая на 500 кубов чем хороша ее можно ставить в любых плоскостях не имеет значения крепления то есть не только там потолку и можно как на стене как угодно повесить это подразумевает установка дальше значит что у нее в комплекте идет инструкция по установке по монтажу и обслуживанию прям вот на русском языке на английском на русском очень очень подробная со всеми схемами прям не разобраться наверное трудно будет вот такие установки они комплектуются как трансформер то есть у них есть тело само к ним есть дальше пульт опционально покупается и опционально она может быть оснащена любым нагревателем любой мощности подбирается нагреватель какой вам нужно вот данный агрегат сейчас мы посмотрим он без нагревателя это было пожелание клиента мы откроем увидим клиент сказал что ему нагреватель не нужен вот также нагреватель помимо электрического может быть и водяной то есть это такой некий трансформер который позволяет сделать абсолютно разное решение давайте уже откроем и посмотрим так как у меня такие открыты смешают открыли мы и посмотрим крышку крышка очень очень тяжелая эта установка весит порядка 35 килограмм и крышка прям реально тяжелая супер набивкой по баку все вот эти стыки обклеены резиночкой ну реально она такая жирняцкая прям сантиметра наверно 3 так можно посмотреть мощная крышка прям супер крутая вот эти штучки при приятно так одеты тоже чтобы никакой никакой мусор не попадал такие эти шапочки для плавания так части в отличие от многих отечественных аналогов здесь нет ни одного самореза закрученного в корпусе есть все все на клепках сделано и все гладенько нигде ничего не цепляется собрана вообще конечно круто вот наш двигатель сейчас посмотрю какой фирмы не видно мы попытаемся потом поближе посмотреть так фильтр сразу глянем фильтр наш как его доставать непонятно вот так вот хитрая такое то система крепления странно 10 отвернул а здесь не могу вот так вот нахвалил импортное качество не поворачивается вот так вот так они только поворачиваются такой фильтр 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 обычный но сделан тоже очень аккуратно картонная рамка здесь все размеры его даны сделано в европе написано написано где воздушный поток как его правильно ставить направление стрелочки все как полагается фильтр кстати хорошие очень просто и качественно такой фильтр стоит сущие копейки менять его можно хоть каждые полгода как требует нормативы поэтому не забывайте менять таких установках фильтра почаще как мы видим здесь нет никаких нагревателей никакого рекуператора ничего нет все очень просто но такая установка может быть оснащена нагревателем который устанавливается насколько я понимаю непосредственно в корпусе либо внешние нагреватель тоже может быть значит вот здесь в принципе может до отмаститься нагревателем электрическим есть фишка для подключения есть там просто ставится здесь получается сюда скорее всего вот к плате давайте откроем сразу посмотрим вот такая автоматика в этой установке все запрятано здесь она как я вижу здесь все с принципе за изолирована до в двойном кожи металлическом корпусе плюс все закрыто проник нами ним какой-то влаги вряд ли вот я вам еще вытащил плата что пока показать более детально что посмотрели как она с чего состоит нас достаточно просто здесь из направляющих вот вытаскивается это тоже плюс производителя ничего сложного все просто вот такая вот просто пустая коробка здесь на пустая потому что нет нагреватель еще раз повторюсь так бы она могла быть гораздо меньше но так как здесь можно дооснастить нагревателем поэтому корпус позволяет это сделать это наш обычный канальный датчик приточного воздуха и вот здесь видно кстати что корпус у нее сделан внутри набит не просто какими-то там материалами бывает пенопласт как он еще что здесь конкретно вот цель на вата напихнув здесь видно она даже вылазит местами здесь не подключение воздуховода диаметр кстати воздуховода 160 и там 160 и здесь шумоизолирован хотя по инструкции она 40 44 децибела мы сейчас ее включим и пытаемся посмотреть как она шумит на самом деле это наверное одна из самых качественных установок которые мы видели из недорогих да даже и дорогих принципе все сделано достаточно такой прецизионной точностью да вот мелочи какие-то герметика все обработаны нигде ничего не пожалели постарались какие-то клепки вот даже наверняка вот здесь это установка 350 до есть 700 и 1100 наверняка у них база одна сам корпус вот этот блок вентиляторный скорее всего меняется вот прям блок меняется ставится более мощный более производительный вентилятор и получается другая установка но это это не точно надо по габаритам посмотреть корпуса оказались разные то есть вот эта установка 350 имеет свой размер 700 имеет свой размер и 1000 100 имеет свой размер все разные но до оснащаются нагревателями нагревать его это разные разные исполнения зависимости от мощности либо такие на спиральные либо блок тенов стоит либо здесь еще водяной можно что-то же вставить на водяной единственное вот не всем понимаю где подводить воду отверстие вроде никаких нету дополнительных но надо этот момент изучить так что еще положили они комплект к нам сюда что-то простые виброизоляторы для крепления уголки для крепления вот такая штучка для чего-то не знаю зажимы для зажимания крепления правильные зажимчики полный набор всех ссоров есть так мы еще хотели посмотреть вентилятор и хотели посмотреть и хотели включить давайте запускать для того чтобы запустить требуется так нужен нож требуется дополнительная опциональный пульт купить здесь манометр который подключается здесь вот до фильтра после фильтра чтобы замерить чтобы видеть разницу и давать ошибки там по по фильтру по загрязнению корректировать может установка по фильтру бонус так что же с пультом достаточно простой культ вот так выглядит компактно уже приятного такого размера стандартного с тремя по сути кнопками наверное ошибиться тяжело будет промазать по крайней мере ну и вот это тоже на какая-то кнопочка тут основная резиновая сейчас мы включим посмотрим так давайте будем подключать ее достанем плату так вот километровый провод для пульта так что вы можете его хоть в уругвай поставить ну вот я включил и теперь ждем она не запускается сразу надо видим какое-то время подождать о прошло час час минута 35 и она запустилась это первая скорость может поколать так вот так крутится вентилятор так давайте на побольше посмотрим как насколько шумит первая скорость шумит и поставим максимальная всего три скорости это турбина ну я думаю надо надеть крышку и послушать уже с крышкой тишина да с крышкой совсем другое дело уже на максимальной скорости она уже достаточно тихо стала работать теперь я бы хотел посмотреть на минимальной допустил на минимальной скорости и практически вообще не слышно если еще здесь будет шумоглушитель то вообще звука практически никакого не будет здесь пока просто есть звук мотора то сама вентилятора слышно но если будет воздуховод или шумоглушитель сразу никакого шума вообще не будет не отлично к сожалению замерку не сделаем прибор измерительные мы один сломали поэтому только так в принципе по ее данным техническим данным она вполне может работать на 500 кубов но реально если будет сеть воздуховодов не очень не очень большая то реально кубов 330 максимум она будет прокачивать ну что в принципе и от нее ожидается 350 модели не ожидать судим на кровь и 30 от кубов под нагрузкой вот такая кубатурой будет в принципе на этом все наверно все поставили рассказали хочется продолжить это недорогой вариант стоит такая установка с пультом и с дифмонометром с таким вот которые нас замеряет загрязненность фильтра порядка 50000 рублей но для полного фарша нужно будет еще купить клапан с приводом чтобы призак привычной вставке вас клапан закрывался и еще понадобится скорее всего многим понадобится нагреватель хотя бы даже какой-то небольшой мощность может разные можно разное подобрать это еще будет примерно нагреватель в районе 5000 рублей и клапан с приводом тоже на чуть больше 5000 рублей то есть еще 10 получается 60-70 такая установка уже будет в полном фарше после готовы к эксплуатации и все это хотела вам сказать визуально отличный вариант все сделано качество шумопоглощение дизайн качество всей сборки она и по сути наверное идеальная делается в литве это один из крупнейших заводов европей они занимаются вентиляционным оборудованием порядка 25 лет у них в штате работает пол тысячи сотрудников 500 человек производства очень крутой технологичная красивая чистая аккуратная то есть поставляет такие установки на порядка 30 странах мира по всей европе и вот в россии тоже вот в принципе все на этом все если вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наш канал активируйте колокольчик чтобы не простить не пропустить наше следующее видео пока пока